Добрый день, уважаемые журналисты! Объединение «Самопомощь» сейчас даст пресс-конференцию. На пресс-конференции принимают участие Вячеслав Мишалов и Артем Хмельников. Тема нашей пресс-конференции «Самопомощь, фракция «Самопомощь в Днепропетровском городском совете» инициирует продолжение сессии Днепропетровского городского совета». Небольшой юридический комментарий. Согласно законодательству первая сессия открывается территориальной избирательной комиссией, что произошло две недели назад. И затем первая сессия является организационной. Она должна сформировать состав постоянных комиссий, избрать на руководящие должности в комиссии, избрать секретаря городского совета, скорее всего утвердить регламент, потому что в принципе регламент можно утвердить и на второй сессии. Но главная задача первой сессии – это все установочные мероприятия для того, чтобы Днепропетровский городской совет работал. Что мы имеем на сегодняшний день? Мы имеем на сегодняшний день, что неявка фракции громадской силы и неявка фракции оппозиционного блока на сессию, прошлое заседание пленарное приводит к тому, что фактически парализуется работа Днепропетровского городского совета. Кроме того, длительный переговорный процесс не в публичной плоскости со стороны демократических сил также тормозит весь процесс работы Днепропетровского городского совета. Что мы предлагаем? Мы предлагаем вернуться всем, без исключения политическим силам, депутатам городского совета в сессионный зал. Мы предлагаем это сделать в понедельник, 14-го числа в 10 часов утра. Приглашаем общественность, приглашаем средства массовой информации для того, чтобы все увидели, кто продолжает саботировать работу, какая политическая сила не хочет работать на благо города. Наверное, это будет индикатором для всех нас. Самопомощь обратилась без исключения ко всем лидерам фракции, а также городскому голове сегодня, с просьбой все-таки начать, продолжить работу сессии. Ведь формально на сегодняшний день сессия у нас не закрыта, у нас объявлен перерыв, ввиду того, что нету кворума. И вот в понедельник политические силы в городском совете могут собраться и начать публичный диалог при средствах массовой информации, при общественности о том формате городского совета, который та или иная политическая сила видит. Самопомощь на прошлой конференции четко для всего города, для всех политических сил высказала свои соображения по формату Днепропетровского городского совета. Мы сказали, сколько комиссий мы видим, мы сказали, какой их функционал, какие у нас есть пожелания по участию в руководящем составе комиссий. На сегодняшний день ни одна из политических сил публично не заявила свои пожелания по работе городского совета, по формату городского совета. Тем самым мы считаем, что это ведет всегда к тому, что та или иная политическая сила может свои пожелания в ходе переговоров изменить. Что, в принципе, на переговорах на сегодняшний день и происходит. Сначала одно пожелание, завтра другое пожелание. Это неприемлемая практика. Европейская практика всегда говорит о том, что политические силы публично заявляют о своих желаниях в участии в руководстве городом, в тех или иных либо руководящих должностях, либо в тех или иных органах совета. Мы четко это заявили, предложили другим политическим силам структуру. И на сегодняшний день мы готовы публично вести диалог с любыми политическими силами. Но в первую очередь мы готовы вести публичный диалог с демократическими силами. Это политическая партия Укроп и политическая партия Блок Петра Порошенко Солидарность. Поэтому призываем в первую очередь демократические силы в 10 утра в сессионном зале горсовета встречаемся. Остальные политические силы, если они к нам присоединятся для работы на благо города, мы с удовольствием продолжим с ними эту тоже работу. Скажите, пожалуйста, а городского города у вас не будет? Мы только отправили... Вчера мы сдали это обращение. На сегодняшний день поступил звонок для того, чтобы провести консультацию. То есть самопомощь была... Мы получили обратную связь, что сегодня с 13.30 мы проведем консультации с городским головой и с другими демократическими силами. Он имеется в виду Блок Петра Порошенко и представители Укропа. У вас есть ответ мэра, а кто-то из представителей партии и фракции ответил на вашу границу? Пока нет. Пока нет. Но на самом же деле те депутаты, которые избрались и находятся сегодня с зарегистрированными депутатами, это их обязанность прямо, это их работа. И мы, соответственно, предлагаем всем депутатам, как к обыкновенному любому нормальному рабочему человеку, прийти в понедельник на работу, то есть в сессионный зал, и начать работать, начать договариваться, делать это публично, делать это в присутствии камер, в присутствии общественности. Для того, чтобы это была понятная и публичная политика, так как это и должно быть, а не делать какие-то там кулуарные подковерные встречи, пожалуйста, заходим в сессионный зал. К тех, кто не пришли, это вопрос к избирателям, которые за них голосовали. Почему ваши депутаты не ходят в зал? Ну, почему они не готовы к открытой политике? Почему они не готовы открыто как бы вести свой диалог и свою логическую цепочку продолжать дальше? Они же обещали что-то своим избирателям. Пусть и тут выполняют свои обязательства, в конце концов. Поэтому я думаю, что все придут. Ведь не прийти в том ситуации, когда мы говорим, что это же ваша работа. Сессия началась, ее необходимо продолжить, необходимо провести все законодательные механизмы. Все. И дальше это в лице избирателей. Каждый принимает для себя, хочет он дальше работать или не хочет. Хочет саботировать городской совет или нет. Поэтому мы надеемся все-таки, что здравый смысл будет иметь верх над всем остальным. И все депутаты будут в зале. Либо необходимое количество для того, чтобы это был кворум. И городской совет будет работать. Большая фракция оппозиционного блока заявила, что пока филанов не сложат себя по намочи, они не придут. А так как они не придут в сессионный зал, то, скорее всего, можно предположить, что кворум не будет. В сессионном зале 64 депутата. Оппозиционный блок это 25. Соответственно, даже если оппозиционный блок не приходит в зал, то все равно в зале есть необходимое количество депутатов, а это легитимное кворум для принятия всех решений. Всех без исключения. Поэтому в данном случае это не будет мешать работе городского совета. Ну и в конце концов, люди, которые голосовали за депутатов от ассоциационного блока, ну, наверное, разочаруются в своих депутатах и в своих представителях. Что такое депутат? Это представитель, за которого на его округе люди отдали голоса в надежде на то, что он будет правильно представлять их интересы. Хотят ли, чтобы человек правильно представлял их интересы, сидя дома на диване? Думаю, что нет. Наверное, они хотят, чтобы он представлял их интересы в сессионном зале. Скажите, пожалуйста, а вот какими бедами для горожан грозит нынешняя ситуация, то, что Горсовет фактически завладеет? Для конкретных людей? Давайте говорить о том, кто такой Горсовет. Горсовет – это орган, который принимает важные решения для развития города. Это орган, который принимает бюджет городского совета. Это орган, который формирует программы городского совета. На сегодняшний день, представьте ситуацию, если у нас парализован этот орган. То есть не работает Днепропетровский городской совет. Для горожан это чревато тем, что средства не будут выделяться в необходимом количестве. Они могут выделяться лишь по 1,12, так называемой. То есть городской голова своим распоряжением имеет право утверждать бюджет на январь, на февраль и на март, исходя из 1,12 от предыдущего бюджета. Но такая практика не позволяет увеличить городской бюджет по тем или иным направлениям. То есть это можно брать 1,12 от предыдущего, но методом увеличения здесь пойти крайне сложно, увеличением финансов. Поэтому мы предлагаем все-таки, во-первых, начать работу по обсуждению проекта городского бюджета, потому что работа на сегодняшний день это просто не начато. Она не ведется именно с депутатским корпусом. Кроме того, мы хотим пересмотреть те программы, которые есть на сегодняшний день в Днепропетровском городском совете, для того, чтобы их запустить более точечно на те проблемы, которые волнуют наших избирателей сегодня. Многие программы принимались в 2011 году, в 2012 году, и по некоторым направлениям картина кардинально изменилась, имеется в виду, еще хуже стала. И поэтому для того, чтобы картину изменить, допустим, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, нам необходимо значительное средство для того, чтобы поддержать жилищно-коммунальный сектор города Днепропетровска. И для этого необходима снова работа депутатского корпуса. Здесь один мэр, к сожалению, не справится с этой ситуацией, и депутатский корпус должен также брать инициативу на себя. Понимая это, фракция объединения самопомощь берет инициативу на себя, хоть мы и самая маленькая фракция Днепропетровского городского совета. Мы выступаем с призывом и с инициативой ко всем фракциям и депутатам Днепропетровского городского совета. Давайте придем в 10 утра в понедельник, начнем работу. Эта работа покажет, у кого какие предложения, после чего мы сформируем, наверное, какие-то переговорные группы. И эти переговорные группы уже в официальной, публичной плоскости, при средствах массовой информации, при общественных активистах, при общественности города будут обсуждать, каким должен быть Днепропетровский городской совет седьмого созыва. Ваши оппоненты в соцсетях вводят анонсы на этой пресс-конференции, писали о том, что с такой инициативой имеют право выходить либо две трети депутатов, либо городской голова. Давайте я юридическую дам оценку. С такой инициативой может выходить любой депутат. Я объясню почему. Потому что одна треть депутатов, либо городской голова, они необходимы для того, чтобы открыть, инициировать сессию. Новую. Новую сессию. У нас первая сессия еще не закрыта. У нас фактически на сегодняшний день юридический статус перерыв. То есть городской голова, увидев, что нету кворума, вполне разумно, резонно объявил перерыв. И в данный момент у нас второй перерыв на неделю. Мы видим, что сессии сегодня пятница нету. С прошлой пятницы нету сессии. То есть городской голова объявил перерыв. Мы соглашаемся с этим перерывом. Вопрос перерыва в регламенте прошлого совета не урегулирован. Там единственное сказано, что может поглашаться перерыв для работы в постоянных комиссиях. Но у нас тоже в постоянных комиссиях нет на сегодняшний день. Мы говорим о том, что перерыв позволяет выступить с инициативой любому депутату от любой политической силы для того, чтобы сказать господа, давайте вернемся в сессионный зал, продолжим работу, как того требуют наши избиратели. закон, это наша работа. Работать на благо города. И вот эту функцию мы должны выполнить. А когда депутаты, одни говорят, мы не пойдем, потому что Филатов не сложил мандат народного депутата, другие говорят, мы просто не пойдем. Это, мне, нам кажется, это неконструктивно. Давайте возвращаться в сессионный зал, работать, потому что мы должны все вместе начать сейчас изменения в нашем городе. Весь депутатский корпус. Помогать в этом городскому голове у нас одна задача. Все мы шли с одними лозунгами, одними практически и теми же лозунгами, что мы хотим сделать жизнь наших горожан лучше. Как же мы их делаем лучше, если в сессионном зале отсутствуют на сегодняшний день представители тех или иных политических сил. Поэтому любой депутат может инициировать этот процесс. Вернуться в сессионный зал после перерыва не составляет проблем. Вопрос. Полдесятого. Мы для себя решили в 9.30 мы будем возле сессионного зала и ждать другие политические силы и с удовольствием их приглашать занимать места в сессионном зал. Надеемся, что откроют. А я думаю, что депутата нельзя не открыть сессионный зал. Мы же такие же депутаты, как и депутаты других политических сил, поэтому право наше пройти в сессионный зал, но определено законом, такое право у нас есть, и, наверное, нам службы городского совета в этом поспособствуют. Скажите, а есть какие-то временные рамки определенных законодательствам, в которых депутаты обязаны продолжить сессию? До Нового года? К сожалению, таких рамок нет. Нам бы хотелось, чтобы они были. Мы сейчас, когда сталкиваемся с такими проблемами, мы нашей фракции «Самопомощь» в Верховном Совете сейчас предлагаем всевозможные изменения в закон о местном самоуправлении. Вообще, этот закон необходимо достаточно кардинально внести изменения, потому что он фактически писался в 1997 году, и там было ряд изменений. Это довольно давно была, другая объективная реальность была, другая практика. Вот на сегодняшний день нету таких временных рамок, но мы думаем, тут нужно руководствоваться здравым смыслом, и нам необходимо в кратчайшие все-таки сроки сформировать органы Городского Совета. Это самое важное. Хотел бы добавить, что фракция «Самопомощь» в ближайшее время, пока не появится стабильная работа Городского Совета, готова ежедневно находиться в сессионном зале, для того, чтобы в первую очередь наши избиратели видели о том, что для нас этот вопрос является первичной важностью, и для всех остальных сил, что мы считаем критически необходимым, как можно быстрее, работу Городского Совета поставить на рельсы, и чтобы этот орган был рабочим. И сейчас этот орган мешает вести качественное обслуживание городских нужд. Как только Городской Совет будет запущен и запущен правильно, это будет исключительно на пользу городу и всем нашим соседям, избирательным горожанам. Спасибо. Если есть вопросы, господа, дамы. А ваши оценки последних кадровых назначений? Смотрите, давать оценки кадровых назначений, когда люди проработали неделю, даже недели не проработали, довольно сложно. Первое. Фракция Самопомощь считает, что все заместители городского головы это исключительная квота городского головы. Исключительно городской голова имеет право определять тех или иных людей, которые могут занимать эту должность. Но фракция Самопомощь, когда шла на выборы, она предлагала модель, при которой мы и на сегодняшний день мы также предлагаем вот в пакете там переговоров с демократическими силами, чтобы перед назначением городского головы все-таки была процедура конкурса. Процедура конкурса, она даже предусмотрена на сегодняшний день законом про службу в органах местного самоуправления, как обязательное условие для назначения на должность. Первое. Второе. Мы знаем, что вчера Верховная Рада приняла закон о государственной службе и говорить об аналогии. Там тоже конкурс является одним из основных условий назначения того или иного лица на государственную службу. Конкурс это европейская практика. Поэтому мы, к сожалению, конкурса не слышали со стороны городского головы. Но в сегодняшних условиях, когда конкурс это время определенное занимает, городской голова, мы считаем, имеет право назначить исполняющими обязанности, как он в принципе и сделал, тех или иных лиц, которые компетентно организуют работу Днепропетровского городского совета. И тут мы его поддерживаем. То есть как временное решение для того, чтобы наладить работу Днепропетровского городского совета и исполнительных органов Днепропетровского городского совета, это вполне правильно. Поэтому мы здесь поддерживаем городского голову. Что касательно возможных вопросов, что на эти должности назначаются депутаты городского совета, тут у нас есть критические замечания. Мы их также высказывали во время переговоров. Тут есть определенная проблема, что член представительского органа, то есть Днепропетровского городского совета, становится в исполнительную власть. Мы усматриваем в этом конфликт интересов. Если будет такой конфликт интересов, то, к сожалению, это может негативно отразиться на работе исполнительного органа. Кроме того, я еще хочу отметить, в Верховной Раде есть законопроект, который прямо запрещает подобное совместительство. И мы разговаривали с депутатами, в Верховной Раде планируется принятие этого закона до конца весны. То есть май, июнь, примерно так планируется принятие закона. А совместители председателя органского головы теряют ИО после того, как утверждает сессию, правильно? Они теряют ИО после прохождения конкурса. Сессия их утверждает в состав исполкома. Смотрите, полномочия сессии здесь, это первая структура исполнительного комитета, те органы, департаменты. Второе, это состав исполнительного комитета. Это определение круга тех лиц, которые могут войти в исполнительный комитет. В исполнительный комитет по закону обязательно входит городской голова, секретарь, заместители. Также могут входить обычные члены. В прошлом созыве у нас была практика, один из заместителей не был членом исполкома, он был заместителем, она, точнее, была заместителем, госпожа Зайцева, и она же являлась депутатом. Ну, мы тогда критически критиковали подобную конструкцию. Почему? Потому что, опять же, представитель, работник или не работник, депутат представительного органа в исполнительной власти, нет контроля, получается здесь определенный конфликт интересов, и это противоречит всей здравой логике. Если же этот зам, который является депутатом, входит в исполком, он в обязательном порядке не должен быть депутатом. В обязательном порядке. Законит тут категоричит. Поэтому мы считаем, что все замы должны входить в исполком, это будет проще для исполкома, логично это будет для работы, слаженной работы городских структур. Никогда не будет под сомнением тот или иной вопрос, никогда это не будет обжаловаться, все четко, прозрачно, и надеемся, это будет функционировать довольно слаженно. Скажите, пожалуйста, если здесь все-таки продолжится, какие решения считают необходимыми самопомощью, рассмотреть вот на этой инвестиции? А мы вчера их показывали. Мы вчера в фейсбуке выложили наши предложения по составу комиссий, мы выложили свои предложения по повестке дня. Если на сегодняшний день, мы не исключаем вариант, если на сегодняшний день городской совет не готов голосовать за должность секретаря, допустим, этот вопрос можно перенести, отложить и дальше двигаться в режиме рабочем. Что это значит? Нам необходимо сформировать рабочий орган по подготовке регламента. То есть мы уже две недели не формируем новый регламент Днепропетровского городского совета. Это неправильно. Мы потеряли две недели. Пока бы шли переговоры, мы вполне бы могли поработать, создать рабочую группу от представителей всех фракций в составе там пяти человек. И эта группа уже бы наработала на сегодняшний день регламент. Вот это конструктивно. Поэтому мы считаем, что в понедельник, если мы все-таки соберемся, мы начнем работать, даже если это будет организационное заседание, на котором мы определим все-таки, когда будет пленарное заседание, тогда вот в пленарном заседании обязательно мы должны сделать рабочую группу по регламенту, рабочую группу по положению по постоянным комиссиям. Вот такие технические вещи, их нужно было уже, необходимо было решить там неделю назад на прошлом заседании, когда не было кворума, к сожалению. Вопросы? По результатам. А вы на велосипедах? Холодно. Будет потеплее уже, по весне пойдем на велосипедах. Прямо отсюда. А если берем пресс-конференцию, сядем на велосипеды и пойдем в коксаре. Все причем. Спасибо вам. Спасибо вам. Да, хорошего дня.